Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в программе «Хлеб на каждый день» и вновь двигаться с вами по дороге жизни. Ведь тогда, когда мы делаем шаг за шагом, вроде бы он кажется не очень большим. Но тогда, когда мы оборачиваемся назад, то мы видим, что довольно большая часть пути уже пройдена. И за это слава Богу! Но апостол Павел нам предлагает не просто идти, а говорит «бегите так, чтобы получить». То есть бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Поэтому нам предлагается не просто даже идти, а бежать, бежать к цели. Поэтому я хочу благословить вас осмотрительностью в этом беге, потому что вы знаете, что когда бежишь, многие детали не замечаешь. И у Давида была такая способность бежать, бежать к цели, и он это делал в радости. Он это делал тогда, когда знал, что Господь, он возвращается в Сион, в смысле ковчега. А там он открывался над крышкой ковчега священником. И поэтому хотел Давид все восстановить в Израиле. Это было желание и намерение Божье. И он его услышал, он его принял. Он дал отклик на это намерение и начал действовать. Но, как мы уже говорили в предыдущих программах, ошибкой Давида в данном случае было то, что он, понимая, что это дело Божье, воля Божья, не спросил, как ее надо исполнять. Посмотрите, у нас важно не только понимание, что делать, но еще и как делать, и когда делать. Вот это вопросы, которые нам надо иметь всегда в целой связке, чтобы на все на это получить Божью инструкцию. И вот тогда, когда везут ковчег, когда везут его с холма, везут на новой колеснице, поют и все увлечены сейчас вот этими песнями, танцами перед Богом, перед этой колесницей, люди танцуют и радуются. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божьему и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Божьего. Какой итог? Что с весельем происходит после такого явления? И кто-то скажет, как так Бог мог поступить? Почему так жестоко? Но с другой стороны, друзья, ведь Бог имеет свою природу. И это природа, которая наполнена такой энергетикой. Допустим, когда мы протягиваем руку к проводу, наполненного энергией электричества, то мы знаем, что мы не можем прикоснуться рукой свободно и остаться без последствий. Мы знаем, что для этого нужны специальные перчатки для тех, кто там работает, специальное обмундирование и вообще осмотрительность, потому что там энергия. Энергия силы. Энергия, которая выше сейчас нашего физического тела. Или иначе тело получит поражение. То Бог, который производитель этой энергии, он говорит, не прикасайся не потому, что я хочу сейчас над тобой царствовать, а потому что это моя природа. И я тебе даю поручение, как нести. Нести ковчег надо на шестах. Нести его так, чтобы люди видели, куда идут. И могли наклоняться и предостережение вносить по наклону местности, исходя из того, что они несут этот ковчег Божий. Но в данном случае, когда это предложили нести валам, валы – бессмысленные животные, и они едут туда, куда их ведут. И они несут то, что им дали нести, но они не отвечают за этот груз, даже самый ценный. И поэтому, друзья, когда мы с вами понимаем, что Божьи возможности, которые начинают жить среди нас, или, по крайней мере, о которых мы молимся, которые мы приглашаем в наши жизни, в наши судьбы, это все идет вместе с его природой. Какой он? Кто-то скажет, зачем тогда мне это? Я буду жить, как прочие люди. Друзья, вот как раз это нас не должно остановить. Нам надо просто иметь добрую привычку и выработать ее. Ничего не делать, не спросив у Бога. Ничего не делать, не позвав Его на территорию нашей жизни. И тогда, таким образом, сохраните себя и своих детей, и свою будущность от любых опасных поворотов. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы сегодня с тобой можем рассматривать эту непростую страницу жизни Давида. Но я благодарю тебя, что мы сегодня обращаемся к тебе и просим у тебя прощения и милости за все то, что в нашей жизни пришло от беспечности, от, может быть, привычности. Прости, Господь, когда мы принимаем для себя такие образы жизни и поведения, не включая тебя в эту дорогу. И сейчас во имя Иисуса Христа прости, когда горечь поднималась от непонимания, когда горечь поднималась от потерь. И сейчас во имя Иисуса Христа помоги все расставить на свои места и получить от тебя ясный смысл, как нам жить дальше, как нам двигаться дальше, чтобы твое присутствие только нарастало. Благодарю тебя за твои ответы, за твои результаты в нашу жизнь, которые придут и которые уже пришли. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин